Как снежный ком продолжают приходить новости с белорусско-польской границы. Чуть не сказал с белорусско-сирийской. Как-то интересно, да? Как такое может быть? А вот как. Почему? Потому что во всем этом задействованы как раз сирийцы. Итак, сирийцам, находящимся на границе с Польшей, незаконные власти Беларуси дали три дня. Три дня на то, чтобы они эту самую польскую границу прорвали и поперли на Варшаву или еще куда-нибудь там на Берлин. А если нет, их вышлют назад в Сирию. Депортируют. Казалось бы, ну депортируют и депортируют. Вон иракцы улетают назад уже больше двух тысяч улетело и что? Дело в том, что в Сирии ситуация немножечко другая. Иракцы-то вернулись домой, там где они жили-то и будут себе жить. А вот сирийцы, которые находятся в Беларуси, они как раз из турецкого анклава. Ну скажем так, анклава, который опекается Турцией. Из Иглиба. А вот возвращать их собираются совсем не туда. Возвращать их собираются в Дамаск. А в Дамаске они враги народа. И сами понимаете, как вот этот вот Асад поступит с ними в случае, если они полетят в Дамаск. Надо объяснять, что с ними произойдет. Вот и я об этом. То есть они прекрасно понимают, что они поставлены в безвыходные условия и что, я так не побоюсь таких слов, жить им осталось не так-то и много. Как раз вот эти три дня. А потом их депортируют в Дамаск. То есть незаконный режим Лукашенко ставит этих людей перед, собственно говоря, выбором. Прорви границу с Польшей или умри в Сирии. Более того, он ставит Польшу и Европу опять-таки в такое вот положение, что из-за них, мол, этих людей Асад потом помножил на ноль. Нет. Если Асад, конечно, и помножит их на ноль, не дай бог, конечно, чтобы этого не произошло. Но, если это случится, то высылал их режим Лукашенко. И сознательно высылал их совершенно не в Ливан, откуда они прилетели. Но дело в том, что в Ливан они вернуться не могут, хотя бы потому, что ливанцы им там депортацию тоже влепили этим сирийцам. Фактически, выслать их можно только через Турцию назад в Иглиб. Но, скорее всего, Турция их не захочет принимать. Потому, что незаконные мигранты Лукашенко никому не нужны. Таким образом, мы видим вот эту вот ситуацию, что эти люди между молотом и наковальней. Хочешь не хочешь им надо прорваться в Польшу. А если нет, их выдают на расправу Асаду. Вот такая вот грустнейшая дилемма у этих людей. И что они, как они себя поведут в этой ситуации, совершенно непонятно. Зато очень понятно, что с ними будет, если их выдадут назад сирийскому диктатору Асаду. Там точно такой же диктатор, как и в Беларуси. Таким образом, мы видим, как цинично, подло, используя Лукашенко, этот незаконный белорусский самозванец, вот этих вот людей, которых он заманил в страну, рассказывая им сказки о счастливой жизни в Европе, ограбивая их, потому что с каждого из них он взял тысячи долларов и тысячи евро, а потом еще и в случае чего обречет их на смерть. Субтитры сделал DimaTorzok